Доброго здоровья, хунту и хунтуберы! Мы из Украины, и цены погрозы. В сложнейших для россиянцев условиях проходили сегодняшние переговоры. Рашистам никто даже не пожал руки. Сильно обидевшись на данный факт, русня сразу зашла с козырей. «Давайте про Крым устроим между собочек». «А давайте!» — отозвались резвые переговорщики со всех сторон. «Давайте обозначим так», — договорились обе стороны. «На 15 лет мы выделяем себе зарплату, автомобили и офисы, и все эти годы будем встречаться на солнечных пляжах Турции и обсуждать вопросы Крыма». Значит так, хунтуберы. Вся эта смехопанорамная гаючая стая должна, наконец, осознать свое место. Ибо воюет сейчас не офис президента, не корифан Ермака, а народ Украины и ЗСУ. Воюют волонтеры. ТРО стоят на блокпостах под дождем и обстрелами, а никак не Ермакака. Я понимаю, что это только начало переговоров по сути, так вот о начале — это и с сути нам в глаза. Я сейчас и хочу выразить не только свое, как мне кажется, мнение. И да, за оскорбление в адрес Пенса буду банить. Всем желающим погавкать на Пенса предоставлю в бане удобное отхожее место. Первое. Релиз, который обнарудовал белорусско-арабский бизнесмен Де Арахаме, в каком качестве он находится в Стамбуле, непонятно. Местонахождение большинства депутатов его фракции давно неизвестно, по крайней мере, в Киеве их точно нет уже давно, уже вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию в украинском обществе. К сожалению, некоторые люди совершенно не обучаемы. Им все время приходится давать национального пендаля, так как они оказались не в том месте и не в то время. И то, что они представляют наши интересы, есть тяжкий крест нашего народа, груз совершенных им ранее ошибок, причем куда более тяжелый, нежели напавший на нас еще в 14-м году рашизм. Примечательно, что теперь у нас в делегацию входит и Александр Чалый, известный своими, мягко скажем, специфическими взглядами на украинские государственные интересы. 2. Любые компромиссы и конструктивы в условиях фактического поражения российской армии, ее руководство уже само признает разгром своих подразделений в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и преимущественно Донецкой областях, цепляются за куски Херсонской и Запорожской областей и блокаду Мариуполя являются не мифическим, как в Германии 20-х, а подлинным ножом в спину героическим вооруженным силам Украины и всему сопротивлению. 3. Разговоры о нейтралитете имели смысл в нулевые и ранние десятые. Сегодня это опять вытащено из пыльного шкафа такими же пыльными людьми с гнилыми головами. Это еще и подлость по отношению к нашим союзникам, денно и ночно оказывающим помощь как украинской армии, так и гражданам, экономике, вырывающим из себя с мясом российское влияние. Россию, предавшую союзников в Первую мировую, презирали еще десятилетиями, десятилетиями, фактически до 42-го года, допустить такого позора на украинские головы нельзя. Пусть позорятся отдельные мутные политиканы, а нация этого всего не допустит и на миллиметр, известными нам всем способами, даже не сомневайтесь. Заодно только слово «рыхверендум» надо бить в дюндель даже без замаха. Какой референдум в развалинах с пятью миллионами выехавших из страны, шестью миллионами внутренних беженцев, тринадцатью миллионами живущих в прифронтовых областях. Да просто размазать за такое, за мерзкие политические игрища на телах убитых расистами украинцев. Это все, что можно сказать о рыхверендуме. Гарантии? Гарантии! Это базы США, Великобритании и Польши, максимум с участием Франции. На нашей территории, желательно с ядреными боеголовками в режиме постоянной боевой готовности. Никаких гарантий от агрессора и насильника. Нам не надо. Разве что такая. Тысяча заложников из числа детей расистской элиты, вроде Лизы Песковой или живущего в Калифорнии медведевского ублюдка, поселенных принудительно на десять лет у военных объектов и госпиталей в нашей стране, окруженная рвом с боевыми крокодилами. Вот это более или менее гарантия. Ни о какой России в системе военно-политической безопасности Украины речь даже не может вестись. Тем более, что Запад, там уже нет таких мутно-пыльных политиканов, как среди наших ездунов на переговоры. Никаких санкций снимать не собирается. Вот тут гарантия железная. Переговоры могут вестись только о а. гуманитарных коридорах, а они еще ой как нужны, б. полном выводе российских войск со всей территории Украины, включая Ордло и Крым, в. сумме репараций, их форме и графике погашения. Больше ни о чем. Любая другая тематика диктуется исключительно врагом и его шпионами. Точка. Точка У, если шо. Гражданскому руководству Украины надо заниматься или пора заняться экономикой и пиаром на иностранных площадках. Перестать лезть в дела армии, спецслужб, сопротивления и всего, что связано с войной. Таможни пусть занимаются или гумпомощью, желудки ходячие. Цель войны, пусть и сильно побитого путинского зверя, уничтожение нашего народа и государства. Это понимает даже самые маленькие выжившие в Мариуполе ребенок. Цель украинской нации ясная и понятная только и исключительно. Полная и окончательная ликвидация российской угрозы на веки вечные. Очень редко прошу про репост, но сейчас-то необходимо, чтобы пропаганда врага не смогла так легко воспользоваться преступной глупостью политиканствующих балаболов, вместо которым максимум на сборе кукурузы. Бережите себе, ставьте уподобайки и ставьте донатами Пенса. Тискайте в червону пимпочку внизу під роликом, чтобы стало сиренькою, а потім тискайте дзвоник поруч. За возможность поддерживать канал финансово, надсилайте донати с будь-якой карты и валюты света. Частину усього прибудка от канала Пенс направить на перемогу. Тоже, перегляд, донат, репост и коментар – это ваш внесок у перемогу Украины. Продолжение следует...